Начиная с 18 февраля, участники президентской гонки выйдут на финишную прямую, ведь именно с этого числа, ровно за месяц до президентских выборов, можно будет открыто агитировать за того или иного кандидата. И пока главные новости этой предвыборной гонки заключаются в том, сколько денег на заграничных счетах у Павла Грудинина. И хоть несмотря на то, что Грудинин много раз заявлял, что все счета у него закрыты, кремлевские журналисты вновь поднимают эту тему. В данном видео мы сегодня попробуем выяснить, возможен ли союз левых сил с теми, кто будет бойкотировать эти выборы. Напомню, что за забастовку избирателей выступает Алексей Навальный, а левые силы поддерживают Павла Грудинина. Начиная с нового года, Павла Николаевича мощат практически везде, и на телевидении, и в интернете. Причем в социальных сетях грязь льется куда больше. Я лично постоянно в топах ютуба вижу проплаченные короткие видеоролики, в которых пытаются очернить кандидата от КПРФ. А уж про гнусный информационный ресурс Live News и говорить не стоит. Разумеется, такой дезинформационной атакой сторонники Грудинина крайне обеспокоены, потому что то, что делают против их кандидата, это никуда не годится. Многие люди считают, что эта предвыборная кампания уже стала самой грязной в истории России, и с этим в какой-то степени можно согласиться. Здесь на российском канале вечером собираются политтехнологи и рассуждают, как мочить, что делать, как раскалывать, как подкармливать Жириновску, как вытащить и так далее. Утром телевидение, сегодня включаю горячий снег, великолепный фильм. Утром оно патриотическое, а вечером пидористическое. Сейчас давайте посмотрим, о чем говорят политические деятели от левых сил. И начнем мы с Сергея Удальцова, которого я лично очень уважаю, потому что человек по стопроцентному сфабрикованному делу отсидел 4,5 года за идею. Что если будет продолжаться вот эта грязная кампания антигрудиницкая, если за последний месяц не будет открыт доступ в эфир, не будет равенства, будет продолжаться вот эта, значит, пропагандистская кампания, то не исключено, что кандидат и КПРФ и все мы призовут к массовым протестам наших избирателей, наших сторонников подкрепить наши усилия уличными выступлениями, ну, такими вот серьезными по полной программе. Это, я думаю, будет правильно. Я считаю, что это не только слова должны быть, но и дела. Я, по крайней мере, со своей стороны полностью эту позицию поддерживаю. Если будет и дальше вот эта грязная кампания, если опять будут махинации и фальсификации, значит, надо выходить на улицу. И здесь, я думаю, мы как раз можем совпасть с теми, кто говорит про бойкот, про непризнание итогов. Здесь может получиться интересная ситуация, поэтому власть на самом деле сейчас в сложном положении, им нельзя перегибать палку, потому что если они ее будут перегибать, они могут получить очень интересный альянс, такой сиюминутный тактический альянс, как раз команды Грудинина, всех нас, и той команды, которая выступает сейчас за бойкот. Вот если власти сейчас будут переигрывать с Мочиловым Грудининым, они могут для себя получить очень неприятный сюрприз. А у вас какие-то предварительные консультации или разговоры с ними были? Психиную коалицию. Пока я думаю, что предметно еще не было разговора, но это произойдет в один момент, я вас уверяю. Если будет ситуация к этому располагать, договоримся, всегда договоримся, если будет необходимость людей выводить на улицы, поэтому вот пусть власти думают, пусть власти думают. Если вы декларировали выборы, пустили Грудинина, значит, обеспечьте равные права. Удальцов не зря сейчас сказал про телевизионные эфиры, потому что я лично не видел Грудинина на федеральных каналах с декабря прошлого года. Я видел он два раза только был у Соловьева и один раз на Первом канале, а дальше все. И связано это, наверное, с тем, что власть на какое-то время запретила приглашать кандидата от КПРФ на политические телепередачи. Почему запретили? Ну, наверное, потому что в Кремле не хотят, чтобы Грудинин навязывал свои идеи на их территории. А то, что политическая программа Грудинина более народная, чем у Путина, сомнений нет никаких. Поэтому власть и не хочет приглашать Павла Николаевича на федеральные каналы. Сейчас мы послушаем Максима Шевченко. Максим, сейчас смотрел новости на «Россия-1», опять поднята тема счетов Павла Николаевича, мол, не закрыты. На ваш взгляд, может снять Грудинина до выборов следа, то какие будут последствия? Конечно, может. Власть может все. Снять Грудинина, поставить Грудинина. Пусть попробует снять Грудинина. Посмотрим. Это приведет к дальнейшей радикализации ситуации в стране. Только конкуренция с левыми, самой большой оппозиционной массой, которую вы так боитесь посмотреть пристально в лицо, делает путинскую победу возможную, а на самом деле сомнительную в этой ситуации, легитимной. Вы добьетесь того, что левые присоединятся, если вы будете так двигаться, к протестному движению массовому. И это все будет на вас. Это будет ваша вина, подчеркну. Ну и давайте лидера коммунистов послушаем Геннадия Андреевича Зюганова. Я официально заявляю у власти, вы теряете реальную возможность последнего мирно и демократично исправить ситуацию. Если вы не одумаетесь, народ имеет полное право на улице защищать своих кандидатов, свое право на честные достойные выборы. Официально заявляем свой протест против провокационных действий Центральной избирательной комиссии, которая под руководством администрации президента решила устроить в стране политический дефолт. А политический дефолт это означает российский Майдан. Завтра ЦИК получит из всех 85 субъектов Российской Федерации, от всех наших союзников более сотни, что если это продолжится, а телевидение будет дальше врать, мы призовем народ к активному сопротивлению этой лжи, этой мерзости, этой преступления против граждан страны. Что можно сказать по этим трем видео? Первое. Если и дальше продолжится травля против Грудинина, то будут массовые митинги, в которых помимо левых примут еще те, кто выступает за бойкот выборов. И тогда мы сможем увидеть ремейк «Болотный», когда 6 лет назад несколько раз выходило по 100 тысяч человек. Второе. Зюганов призывает власть мирно и демократично исправить ситуацию в стране. А теперь давайте посмотрим два видеоролика, в которых Грудинин и Навальный отзываются друг о друге. Как вы относитесь к Грудинину? Леди Баг пишет вот мне. Леди Баг 2.0. Смотрел его видео о совхозе Ленина. Живет он в обычной квартире, в соседних трактористах обычно. Неужели нормальный кодядь не коррупционер? Я, как и вы все, видел несколько его выступлений на Ютьюбе. Классные выступления. Я с ним лично не знаком. Производил на меня впечатление очень приличного дядьки. Но я не могу сказать, что я подробно знаю его. Я знаю, что на всех экономических форумах два таких, три таких зажигательных человека. Это Потапенко, Грудинин и такой Мельниченко есть. Вот они там режут правду матку. Я смотрю на все. Они не боятся. И всегда на меня благоприятное впечатление производили. Навальный будет в вашей команде? Да. Еще раз. Все люди, которые хотят будущего, хорошего в будущем в моей стране, будут в моей команде. Кем мог бы работать у вас Навальный? Ну, кем угодно. Вы понимаете, что... Ну, кем? Ну, например, руководителем счетной палаты Российской Федерации. Или, например, контрольное управление президентом. Судя по этим коротким видео, можно заметить, что оба политика относятся симпатии друг к другу. Иначе Грудинин бы не сказал о том, что если он станет президентом страны, то Алексей Анатольевич будет работать в его команде. Для оппозиции, если Грудинин и Навальный объединятся, то это будет большой плюс. И, скорее всего, данный союз состоится, так как все мы понимаем, что в Кремле не пойдут на контакт с левыми. И тогда им ничего не останется, как слиться в протестное движение. Поэтому я чуть ранее и сказал, что в ближайшем будущем возможен ремейк болотный и, соответственно, повтор репрессий со стороны властей. Мы, левые, живем по принципу, что репрессии против нас неизбежны. Наш конфликт с криминально-олигархической властью, системной, он развивается все дальше и дальше. И чем дальше власть избегает прямых переговоров, чем дальше власть оборачивается в сторону репрессий и компаний клеветы, тем сильнее наша воля и тем жестче мы готовы двигаться дальше. Ни тюрьмы, ни сумы, поверьте, мы не боимся. И всякие угрозы на этот счет на самом деле просто смешны и всерьез вряд ли могут восприниматься. Ну и напоследок мы посмотрим еще один видеоролик. Когда власть вдруг увидела, что выгонут человек, который делом доказал, что можно даже в этих условиях успешно развиваться. 15 было таких предприятий, все разорили. Грудинин не дал разорить, не дал распродать, не дал уничтожить. Он объединил коллектив и создал лучшее хозяйство, которым может гордиться любая страна. Он сумел построить лучшую в мире школу и лучшие детские сады. Мне казалось, власть обрадуется. Наконец появился мощный деловой человек, сильный блок во главе с компартии, имеющий столетнюю историю. Она с удовольствием выйдет на дебаты и будет искать ответы на назревший вопрос. Вместо этого мы увидели сволочную, отвратительную, омерзительную избирательную кампанию, которая уже переплюнула Ельцина со всеми его пьяными помощниками. Зюганов сказал фразу. Мне казалось, что власть обрадуется. Наконец появился мощный деловой человек. Тут с Геннадием Андреевичем спорить не будем, так как действительно грудининский совхоз имени Ленина выглядит очень хорошо. Но тут вопрос. Зачем власти нужен грудинин? Если та система, которая выстроена в нашей стране, обслуживает не народ, а олигархов и приближенных к ним людей. Например, министров, депутатов и прочих чиновников. Зачем Кремлю нужен грудинин? Им наоборот важен тот человек, при котором система бы не менялась. Поэтому мы и видим это Мочилово по отношению к грудинину. Мы все должны понимать. Олигархи ничего не отдадут народу. Несмотря даже на то, что якобы все, что им принадлежит, должно быть нашим. Все равно при нынешнем режиме национальные богатства будут у приближенных к Кремлю людей. А нам будут платить лишь нищенские зарплаты и давать мизерные пенсии. Чтобы мы уж совсем с голоду не умерли. И мы должны четко понять, с этой властью, с этим президентом, с этим правительством, никогда не будет справедливости. Никогда! Поэтому всегда, когда будет появляться народный кандидат, а Грудинина я как раз таким и считаю, потому что в его программе четко написано, что будет произведена национализация отраслей народного хозяйства, то всегда прислужники Кремля будут мочить дезинформирующие информации кандидатов, которые действительно представляют интересы народа России. Вот смотрите, кроме как Навального и Грудинина больше никого так не поливают грязью. Ни Явлинского, ни Собчак, ни уж тем более Жириновского. И это означает только то, что все они выгодны Кремлю. А остальные, кто борется с нынешней властью, в основном это все-таки Навальный, они получают по полной. Напишите в комментариях, хотели бы вы видеть союз левых со сторонниками Навального. Друзья, если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых моих роликах. Всем пока!